Доброе утро, уважаемые телезрители и те, которые с нами с самого начала программы, и те, которые, возможно, только присоединились. Мы продолжаем наш утренний эфир программы «Жанна Кун». И сейчас у нас в студии гость, совершенно замечательный молодой человек, продюсер и участник группы «Домино» Закир Егембердиев. Давай встречаться? Да. Закир Егембердиев, продюсер и солист группы «Домино». По гороскопу телец родился в год быка. Увлекается боксом, кандидат в мастера спорта. Дорожит своей семьей, супругой и двумя сыновьями. Считает, что вне зависимости от обстоятельств, мужчина должен оставаться честным, мужественным и стойким. Благодарен жизни за все, что имеет. Доброе утро, дорогие телезрители. Всем, кто сейчас к нам присоединился и кто смотрит нашу программу с самого раннего утра. Доброе утро, Закир. Доброе утро, Закир, участник и продюсер группы «Домино». Так что традиционные вопросы, с чего всегда у нас начинается встреча с гостем. Поскольку программа утренняя, мы всегда спрашиваем, как начинается утро у вас. У продюсера известной группы и участника известной группы. Людям это очень интересно. У меня утро начинается с ударов по лицу. У меня маленький сын ему годит. Я просыпаюсь от его хлопков, он меня вот так будит. И это может произойти и в любое время, и в шесть утра. Утром, да, утром. Вот старший сын у меня, когда я не просыпаюсь, он у меня окно такое на кровати, он туда залазит и прыгает на меня. Поэтому у меня два будильника очень хороших. Сколько килограмм в старшем будильнике? Где-то, наверное, 14 килограмм. Хорошо, так, спросив он, 14 килограмм на жире. Сразу, да. Закир, а правда, что ты боксом занимаешься? Да, занимаюсь боксом уже почти пять лет. Занимались или продолжаете заниматься? Занимаюсь. Но у меня сейчас перерыв, я уже почти год, наверное, не занимаюсь. Ну, то есть хожу, но не так, как раньше. Раньше я занимался каждый день, иногда два раза в день. Я включился что-то в бокс, как бы мне понравилось. Нет, это здорово, вообще спорт, он должен присутствовать в жизни, тем более для артистов, которые активно гастролируют. Вот вы говорите, что у вас опять все это закрутилось, опять началось, конечно, для этого нужно здоровье. Тем не менее, был перерыв, сейчас снова пошла работа. Вот почему был перерыв и что сейчас происходит? Был перерыв у нас, Марлен был занят, он всегда, Марлен один день в Алма-Ате, другой день вообще в какой-то другой стороне, он такой, как бы, всегда любит путешествовать и так далее, как бы. И у него не было времени так заниматься группой. Мы сидели с ним, он говорит, мы общались, что снять, что нет. И он говорит, давай так с ним, я говорю, может так, уже начал, как бы, свое добавлять. Он говорит, ты что такой умный, да? Может, сам будешь продюсером? Я такой, ну, может быть, он раз на меня посмотрел, говорит, ну, давай, как бы. Мы с ним всегда были в хороших отношениях и до сих пор в хороших отношениях. Он учитель мой, вот. И мы, как бы, решили, я говорю, ну, если у тебя нет времени, давай, если хочешь. Потому что я не люблю, когда артисты в них вкладывают, они ловят звезду и уходят от продюсера. Это неправильно. Это не про вас, не про вашу группу? Нет, я никогда так, я, как бы, у меня воспитание другое. Вот, я знаю, что он вкладывал. Даже сейчас я, когда занимаюсь группой, я понимаю, что это такое дело, я сам вкладываю. А если потом ребята скажут, да, иди ты там туда сюда, это будет неприятно, как бы. Огромный труд, да, большие усилия? Да, это труд, это деньги, это риск. Да. Вот, шоу-бизнес, это тоже бизнес. Конечно. Вот так вот. И очень рискованный бизнес, надо сказать. Очень рискованный. Что касается репертуара, что будет в этот раз? Вот, в этом году мы взяли, кстати, премию, лучший коллектив Казахстана. Здорово, поздравляю. Поздравляю. Очень приятно, спасибо. Мы вообще радовались, я там вообще с ума сходил. Не мог вообще. Это уже под вашим руководством произошло, да? Да, тем более под моим руководством. Вообще было все супер. Сняли клип на песню My Love, песня русско-казахская, но просто называется My Love, потому что там есть такое слово. Вот, сняли клип, сейчас на днях буквально, вы первые об этом знаете, я снял еще один клип на песню Лови Дыхание. Лови Дыхание, кстати, не новая песня, она старая. Но ей лет шесть, меня всегда все просили, почему, почему, почему нету на такую песню, как бы, клипа. Эту песню знают в России и в Украине. Вот мы часто выступаем с российскими, с украинскими артистами, и они все, ну, то есть мы сначала сидим в гримерке, они нас не замечают. Потом, когда мы выходим, поем эту песню, заходим, они такие, это что вы поете туда-сюда? Вот, представляешь? Да, и я как бы решил, думаю, хоть и поздно, лучше поздно, чем никогда, если я снял клип не из-за того, чтобы там стрельнуть и заработать на этом деньги, а просто я хочу, чтобы у этой песни был свой видеоклип. Правильно, правильно. Замечательно. Вот на этой оптимистичной ноте мы, наверное, сделаем небольшую паузу, уважаемые телезрители. Вы посмотрите сюжет, а мы с нашим гостем еще немножечко пошепчемся, а потом вы к нам еще присоединяйтесь. Доброе утро. Планируем гастроли, планируем. А насчет концертов, сейчас что у нас в планах? Ну, сейчас Новый год скоро, и мы хотим выступать, работать, уже звонки поступают. Буквально вчера я виделся на одном мероприятии с Арнуром Уставаемым, он тоже мне говорит, как бы, вот, сейчас будет у нас у русского радио мероприятие, выступите и так далее, как бы, да, уже он забил свое число, работаем бартером, то есть мы выступаем, они крутят, как бы, да, потому что на радио тоже недешево стоит, даже дороже, чем на телевидении. Я всегда задумался, почему на радио... А потому что раскрутка радийная, она вот так случилась, она в нашей стране работает лучше, чем телевизионная. И это касается, кстати, коммерческой рекламы тоже. Радиореклама коммерческая работает лучше, чем телевизионная. У нас в телевидении люди мало смотрят, зато в пробках стоят, слушают телевизионное радио. Да, я сам радуюсь. Так что поэтому радио дороже выходит, это простая... Закир, ну, поскольку работы много, естественно, меня, как женщину, интересует такой вопрос. Дома часто бываешь? Дома часто бываю, очень часто, да. А как ты успеваешь так? Вот все, да, думают, что прям времени нет. Ну, нет, почему? Хватает времени на сегодня. Ну, в неделю раз, если летаем, это хорошо. Каждый раз. Если объединить первый наш вопрос традиционный с твоим нынешним вопросом, просыпаетесь всегда дома. Да, просыпаюсь. Где-то 70% своей жизни я провожу дома. У нас шоу-бизнес, что, у других работа 8 ушел, там, в 6 ушел уже больше времени. А у нас в неделю улетел на 2 дня. Все, потом сидишь. То есть, ну, на студию сходил вечером, туда сходил, ну, время есть. Время есть, в принципе. Нет, это, наверное, просто ты такой, да, Жень, семейный человек, потому что... Тем более, да. Я знаю, что многие мужчины из этой сферы жизни, они как бы, даже если нет дела, они стараются как-то вне стен дома пребывать, да, на каких-то... Да, и много тусовщиков и так далее. Да, да, да. Ты не относишься к таким, да? То есть, тебе важно, чтобы у тебя дома был мир, покой, чтобы деточки были рядом. Для меня дом, это самое вообще святое. Откуда такое понимание вот семьи? Ну, это, наверное, из семьи. От Бога? Из семьи, от родителей тоже, наверное. Ну, здорово. Так что заложено семьей. Вот у меня отец такой, он не может... То есть, я даже сейчас вот поездил, все, я хочу домой поехать и сыновей своих обнять. Хоть и я такой, да. Ну, то есть, в шоу-бизнесе тоже надо быть таким, типа, тусовщиком и так далее. Это, тем более, у нас молодежная группа. Но, как бы, все успевает. Ну, мне кажется, что огромное уважение вызовут люди, которые успевают быть в семье, давать частичку своей любви, да, своему общению с детям, да, и еще быть успешным в своем бизнесе. Вот, Закир, вот желаю тебе только всего самого хорошего. Самое главное, конечно, будь здоров. Пусть будут здоровы твои вот эти замечательные маленькие боксерчики, которые будут тебе по утрам. Будильнички. Да, и ждем, ждем новых работ, новых песен. И, конечно, пожелания нашему утреннему телевизору. Спасибо, что пригласили, очень приятно. Спасибо, что пришли, большое спасибо. Желаю всем доброго утра, хорошего настроения, здоровья, счастья и успехов. Спасибо огромное. Замечательно. Спасибо. Спасибо.